От того дня, в который приносите сноб потрясания, семь полных недель. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Спасибо еще раз, что присоединились к нам к этой дискуссии. Как мы говорили, кофе попили и осадок остался. Осадок того, что мы думаем о Шаваоте и сама программа «От Шаваота в Пятидесятнице». Сегодня мы говорим и сейчас о Пятидесятнице в современном контексте. Я не говорю о том, что происходит сейчас прямо, а уже будем говорить постирусалимский синдром. Пост, имеется в виду, ноги сфокусированы на Иерусалиме, что там происходило, как это происходило. Знамения, чудеса, люди спасались. Мы видим, что первые три тысячи человек пришли, покаялись. Потом видим чудеса исцеления, начали действовать Дух Святом и пророчества и так далее и тому подобное. Мы говорим уже о современной истории, где идет сначала полторы тысячи лет забвене. Мы это считаем очень сложным периодом, где христианство развивается очень мгновенно, пластически, очень быстро. К 400 году мы имеем уже и империю христианскую и византийскую. Через некоторое время видим превращение в церкви более-менее на вид языческих храмов, идолов и тому подобное, где потом идет противостояние, борьба, отстаивание веры и борьба целых кланов и, можно сказать, ответвлений. Не будем выходить в исторический контекст всего. Понимаем, что Константин сделал свои реформы, дал свои понятия. Давайте мы поговорим о том, что происходило потом, после этих полторы тысячи лет забвения. И мы в мире говорят dark ages, то есть темноты. Но тьма не могла покрыть землю и свет не может покрыть. Да, во всей земле будет тьма, то есть духовная тьма, но свет должен быть. Когда начинается реформаторское движение для верующих людей? И к чему мы приходим сегодня в современном мире? Вот у тебя какие-то есть моменты, отождествления, почему были такие годы забвения для христианства и для иудаизма? Там идет тоже полная реформация всех постулатов, движений и так далее, где отделение, четкое отделение от христианств, от иудаизма, где идет полная реформация канонов и правил до сегодняшнего времени происходит. Что мы говорим об этом? Ну, так как мы определились, что глубоко в исторические моменты мы заходить не будем, я вижу только одну общую тенденцию. Во-первых, мы должны понимать, что Бог разделил еврейское общество на две группы. Опять же, не навсегда, а для того, чтобы в конечном итоге соединить, но в совершенно ином качестве. Значит, опять же, мы видим, что одна из этих еврейских групп, которые уверовали в Вишу, а стали учениками и последователями, они начали соединяться с той группой неевреев, которые приняли опять-таки Ишуа, но впоследствии опять же происходит какое-то разделение. Основной момент, вот именно когда начинается угошение Духа Святого в церкви, в общине, и уподобление Бога все-таки некоему идолу, который больше ничего не делает, он уже все сделал, дальше рулим мы. То есть его отставили в сторону, и дальше сами управляем историей. Вот это включило те самые темные века, о которых мы говорим. Параллельно мы можем увидеть, что, собственно говоря, вот все те вещи, которые появились, они появились по одной простой причине. Писанию все меньше и меньше уделялось внимания. Но когда в какой-то момент Писанию начали уделять больше внимания, опять же, нужно понимать, что это все делает Бог. Я думаю, что и темные века, они тоже служили какой-то цели, потому что мы сотрудники с Богом, и либо мы откликаемся на Его призыв, либо нет. Солоси и скриптура. Вот когда люди, искренне ищущие Бога, но не имевшие доступ к Писанию, начали все-таки находить этот доступ, начали изучать, начали вникать и видеть, что человечество начудило своими управлениями, своими планами столько всего, что не соответствует. Это как когда-то в свое время царь Изекия достался ему свиток, нашли в храме, он прочитал, и он просто очень удивился. И сказал, а теперь мы будем что-то с этим делать. И он начал реформы. И вот, собственно говоря, и в церкви, и в иудаизме люди, созданные для того, чтобы наполняться Богом, вот в тех литургиях, в тех традициях, не испытывали вот этого ощущения, не испытывали переживания, единства с Духом Божьим, они начали искать. Начали искать, а Ишуа сказал, кто ищет, тот находит. Бог запустил какие-то вот механизмы, что-то вот то, что мы называем реформацией, и в иудейской сфере, в раввинистической, потому что мы видим массу людей, евреев, которые были воспитаны, скажем так, в разных традициях, там кто-то хасид, кто-то ортодокс, кто-то там еще, ну то есть как бы из разных движений и течений, они начали искать живых отношений с Богом, а не просто вот тех традиций, которые существовали. Точно так же и в христианстве. И интересно, что эти пробуждения, они происходят параллельно, одновременно, в разных сферах, в разных кругах, в иудейские, в христианские, они происходят параллельно, и они как бы не пересекаются, хотя мы можем увидеть, что происходило это у людей, которые в принципе не боялись общаться, так сказать, с оппонентами. То есть евреи дружат с христианином, они общаются, и тот ищет Бога, и этот ищет Бога. А люди, которые ставят радикально эту преграду, я христианин с иудейским взбродом не имею ничего общего, или скажем, я иудей с гоями ни-ни, у этих людей, к сожалению, никаких пробуждений не происходило. Но люди, которые, несмотря, опять же, нарушается привычная логика повседневной жизни. Я иудей, ну почему я не могу пообщаться с христианином? Я христианин, почему я не могу пообщаться с иудеем? Люди, которые готовы выйти за рамки обычной повседневности, обычной вот этой привычной логики, Бог с такими людьми начинает работать, они изучают Писание, они начинают, что-то начинает происходить. И оно не все так сразу хорошо, как хотелось бы, потому что, скажем, мы называем Лютера отцом реформации, но если мы посмотрим какие-то его труды в отношении к евреям, это за голову берешься и не понимаешь, как можно было так начать и так закончить. Но мы видим Бога в динамике. То есть он начал хорошее дело. Это дело подхватили другие и дальше, и дальше, и дальше. Я, собственно, можно сказать, результат трудов не столько православный, сколько протестантов. А они в свое время начались от Мартина Лютера. Ну, смотрите, я думаю, мое предположение такое. После времени, когда был распят в Машеях, примерно через 40 лет был разрушен храм, иудеи стали изгоями, и до этого они жили в разных местах. И некое отношение к еврейскому народу, антисемитизм, развивающийся на том уровне, прикрепленный уже к имперской церкви, именно к христианству, привело именно как раз к этим годам темного забвения. И антисемитизм послужил тому, что дары, которые были даны общине Церкви Божией, они были приглушены. Потому что Дух Святой, мы говорим слово «святой», он свят, и ничего общего с грехом делать не может и не будет. Ушел страх Божий. Ушел страх Божий. Нашли козла отпущения. Это израильский народ. И антисемитизм – это то зло, которое оно процветающее такое. И мы видим это в Откровении Иоанна, против жены и наследника ее, поднялся дракон, он будет это делать. Но Бог, он как раз вот Бог пробуждения. Если мы ожидаем пробуждения сейчас, как сильно, я думаю, что Бог давал это чувство пробуждения и для многих других групп. Околение. Да, и мы видим через историю, оно происходит. И вот восстановление некоторых возвращений к духовной жизни самих верующих людей, и евреев, и остальных, оно было как бы Богом предусмотрено. Ладно, мы имеем такое, так сказать, темное такое время, но когда вот более-менее мы начинаем видеть массовое проявление, массовое крещение Духом Святой, массовое понятие вот о Пятидесятнице. Мы его называем Пятидесятницей, хотя там у нас по-украински называется «Зеленые свята». Ну, или «Троица в православии». «Троица». Давайте мы посмотрим, что для современного человека является этот праздник. С разной точки зрения. Вот, кстати, интересный момент, что когда вот это действительно антисемитизм, он привел очень таким большим темным временам, и не только к этому, но и поднял массу разных вот таких, как я называю, тянуть одеяло на себя. Когда получается, что тот же любой праздник, он получил не просто какое-то другое значение или новое значение в той или иной, скажем так, в иудейской контексте один, в христианской другой, причем в христианской, в правословно-католической. Опять это разделилось, и в итоге мы видим не просто разделение, а именно тянуть это вот у меня, та истина, у меня все секреты и сокровища. И действительно мы здесь видим, это как раз-таки уже вот эти темные времена заканчиваются в эпоху так называемого модернизма, то есть это 18-й век, 19-й век, если так, чтобы ближе понимать к тому, что происходит, тогда и в еврейской традиции идут сильные изменения и придание тем же праздникам нового значения, и по сути в христианстве начинается какое-то пробуждение в плане взаимоотношений даже. Почему? Потому что как раз-таки уже ближе к 20-му веку эмансипация, борьба за права, вот это все дает определенные какие-то смывания вот этих вот четких границ, белое-черное, и начинается полутона. И в этих полутонах как раз-таки мы видим нормальные, некоторые взаимоотношения меняются. Что касаемо Шавуота, смотрите, ведь на самом деле все два блока, которые мы обсуждали, они не касались как такового дарования Торы. По сути мы говорили о другом. Что во времена храмового служения, что во времена исхода мы не видим привязки к Шавуоту как к празднику дарования Торы. Вместе ввиду, я вам, вот этот праздник Шавуот, на этот праздник получите список правил. Или наоборот, празднуйте этот праздник, потому что в этот праздник вы получили Тору. Здесь такого нету. Наоборот, как мы говорим, мы видим, что будь милостив, давай милостыню, приноси, помни, кто тебя вывел, будь послушен. То есть, вот это мы видим. Мы видим, откуда, допустим, мы видим, что в Новом Завете, мы видим это уже как обновление Завета. Какого? того, который дан был в 31 главе пророка Еремии. И мы его четко можем увидеть как раз-таки именно на Шавуот, как обновление Завета, как вхождение, то, что Тору вложу в сердца ваши. Будете... И то, что все народы придут и поклонятся. То есть, это не предусматривалось Маше. Да. И в данной ситуации, как бы, но это тоже не видно вот таким прямым текстом. И если мы берем Новый Завет, да, мы можем говорить о двух хлебах на одном покрывале, как о тех, что евреи и неевреи вошли в одно тело Мессии. Как некое откровение. О чем говорит Павел, да, и в Ефесянам, и в Коринфинах мы это видим. Но, по сути, по сути, мы не видим здесь этой вязки. И вдруг, сегодня, когда вы спросите любого еврея, что для тебя Шавуот? Дарование Торы. Дарование Торы. И это произошло не раньше, чем 18-19 век. Переосмысление. Почему? Да, с одной стороны, антисемитизм, защита, и, ну, как бы... Оправдать себя. Не оправдать, сохранить народ, как народ. Ну, да. Потому что, особенно в христианских странах, еврейский народ, ну, нема куда правдить. он подвергался особо... все направлено иудейской культуре, чтобы не ассимилироваться. Все, все части обучения, причем они такие, можно сказать, даже не библейские, они, на сувени Торы, они пытаются сказать, нет ассимиляции, не будет ассимиляции, мы должны выжить, как народ. Итак, смотрите, то есть мы не видим здесь, опять-таки, исполнения, да, никто не связывает, вот, Шавуот, как Еремия 31, ну, как бы 31.1, да, но при этом, интересно, если мы посмотрим на христианское понимание, что для вас, Шавуот, рождение церкви. О каком рождении церкви можно говорить в деяниях 2 главе? Там что, не евреи получили в этот день завет заключили с Господом? То есть, в данной ситуации это второй перегиб, когда мы говорим о замещении. Да, да, да. И в данной ситуации, когда мы говорим о замещении, что вот вы теперь не те, а мы вот теперь вот эти, все благословения нам и все проклятия у вас, пусть остаются, мы не жадные, то здесь мы тоже видим определенный изгиб, который тоже, ну, не приводит. И то, что Витя говорит о параллелях, я бы все-таки хотел, чтобы вот те погрешности, которые есть у этих параллелей, которые выходят из рамок этих законов, галахи, о которых мы все это время говорим, чтобы они все-таки привели к тому, что где-то это пришло к пересечению. И тогда я увижу в этом римлянам 11 главу о том, что говорит Павел. И опять появится тот, кто скажет, мы лучше всех сохранили передесятниками. Потому что пошли дальше, да, после этого перекрестка. Ну, понимаете, вот ты правду сказал, что вот после вот этих всех событий и как бы восстановления вот той общины и божьих даров, того призвания, чуть ли не каждая команда или группа людей, сказать, а вот мы нашли эту формулу и мы возвращаемся к первоапостольской общине. Мы самые-самые-самые. И тут много-много, конечно же, ситуаций. Все-таки мы один народ. Если получили откровение, даром получили, даром и давайте. Не ложите на себя какие-то еще погоны. Я помню, я когда только вот стал на путь Шувы в 2000 году, произошло это в харизматической церкви. А я же знал о том, что существуют православные, католические. А у нас еще тогда некоторое время сценки такие делали, где противопоставляли православных или католиков там с протестантами, имея в виду харизматов. Потом, слава Богу, запретили у нас эти сценки, перестали их ставить. Я тогда думал, во, протестанты, особенно харизматы, круче православных, и католиков. А потом я начал узнавать про пятидесятников и баптистов. Я думаю, харизматы круче, чем пятидесятники и баптисты. А потом Бог меня познакомил с православными, которые оказались круче меня. Потом познакомил и с католиками, которые оказались круче меня. Потом я попал в мессианскую среду. Я думаю, а чем я занимался вообще все в прежнее время? И Бог таким образом меня лечил от какого-то превозношения. То есть, на самом деле, каждая, вот как написано, Бог даст слово про возвестниц великое множество. И если мы не понимаем, что мы разные для того, чтобы дополнять друг друга, то мы обречены на самоизоляцию. Возможно, приходит то время, как Писание говорит, что не будете перед друг друга учить, позная Бога, но каждый из них будет сам знать. А тот, кто сам знает, он... Вот Дух Святой, он, наверное, та личность, которая в Писании говорит о том, что обличит мир в... О грехе, о правде, о суде. И касается вот мир. И касается каждого верующего, касается неверующего, потому что он приводит покаяние. Мы только даем глашатые того, той доброй вести, но человек делает выбор. И я думаю, что вот переживание Пятидесятницы, оно сегодня обширное. И как праздник, который празднуется, да, это как бы событие, которое мы утверждаем, что оно должно происходить постоянно. Что это доступно каждому человеку, это смелость доступно каждому человеку, быть облеченным в Божие присутствие каждому человеку, практически на каждом месте. И как Пишо говорит, идите теперь и благовествуйте. Идите приобретать мне учеников, не себе, а мне учеников. Вот это, думаю, что сегодняшняя картина для праздника Шава, вот. И здесь, я думаю, интересно, еще есть момент в этом, вот вы говорите, что опять может быть как бы такое, что опять как бы вроде сойдутся все вместе, да, в каком-то понимании, потом опять могут разойтись. Но здесь интересный момент, как раз-таки во всем этом двухтысячелетнем периоде, мы видим как раз-таки то, что народ Израиля, он находится в Галуте, он находится среди вот пустыни других народов, когда действительно у него нету ни возможности, ни силы защищаться, ничего, потому что они, ну, даже не в гостях, в рабстве. И поэтому этот антисемитизм, он процветает, потому что там еще и безнаказанность властей по отношению вот к ним, как к пришельцам, как к чужакам и дальше. Но на сегодняшний день я все-таки вижу это благословение в том, что есть Эрец Израиль, есть страна Израиль сегодняшняя, которая действительно дает возможность посмотреть это, уходя от Талмуда, уходя от тех духовных книг, которые были как раз-таки за это время разработаны для защиты народа в Галуте, опять идет возврат к Танаху, к Торе, к тому, что написано так. И действительно это дает возможность вернуться каждому еврею к тем корням, которые есть в Писаниях, смотреть из них, а не из того, как тебя говорят комментаторы, и боясь, что, ну, не секрет же, что даже в шафар дуть, и то, можно было, разрешали раввины из подвалов, еще откуда-то, свечи можно было ставить, прятать, потому что, а вдруг тебя увидят. Сегодня, пожалуйста, хочешь штуку поставить? Да не вопрос. Хочешь поставить ханукальная свеча, которая становится возле дюка, да, большая? Либо полностью застекленные балконы. Не вопрос. сейчас вот слушаю и увидел такой интересный момент. Вот сказать, что нынешнее государство Израиль, это вот тот Израиль Божий, о котором мечтали пророки, ну, это было бы очень самонадеяно. То есть, это светское государство, не обремененное какими-то взаимоотношениями с Богом. Похожее на государство, которое во время судей. Каждый делал, что хотел. Да, совершенно верно. Но, при всем, то есть, при всем при этом, то, что, ну, скажем так, это не лучший вариант, который мог бы быть, я вижу одну замечательную особенность, которой не существовало на протяжении почти двух тысяч лет. Скажем так, взаимоотношения между евреями, принявшими Ишуа и не принявшими. Если в Галуте кто-то из евреев отделился от еврейского общества и уверовал в Ишуа, приходит, говорит, ты христианин, ты вообще никто, ты не наш. А сейчас в рамках государства Израиль есть множество евреев, которые по закону израильского государства имеют право быть и называться евреями. Они легализовали. Да. Это все легализовано. И сейчас в самом государстве Израиль есть еврейские сообщества, которые верят и активно провозглашают то, что Ишуа есть мессия. И возникают уже, скажем так, официальные диспуты между этими двумя группами евреев. То есть, есть евреи, которые Ишуа не признают мессии, есть евреи, которые признают Ишуа мессии. И сейчас отвертеться и сказать нет евреев, то, что они, вот это, это чипенцы они никогда нашими не были. Сейчас уже нет такого. То есть, государство Израиль создало возможность для диалога между евреями, не просто между христианством и иудаизмом, а создало возможность между евреями, между иудеями, которые имеют разные точки зрения на то, кем является Ишуа. Да, получается на Шавуото подложительная жатва. Да. По поводу Шавуото, насколько это все в динамике, смотрите, Ишуа когда-то сказал Петру, сказал, даю тебе ключи от царства. И в чем, ну, когда-то я увидел, в чем это проявилось реально в истории, Петр был первым, кто обратился к Израилю, к евреям, с проповедью о мессианстве Ишуа. И привлеки к покаянию. И первым, кто обратился к неевреям, за что потом имел небольшие проблемы с собратьями, которые потом разрешились благодаря тому, что Дух Святой делал там же. Значит, и можно сказать, что поскольку Израиль первенец, то в этой перспективе Израиль тот первый сноб, точнее, вот та еврейская мессианская община, которая возникла в ту пятидесятницу, в тот шавот, это первый сноб, второй сноб это Корнилий и его дом, который начал распространяться. вот те два хлеба, которые приносятся на шаву, на одном полоте. Сказать, что мы настолько без хамеца, без греховной закваски, здравый человек не осмелится. Писание говорит, все мы много согрешаем, но Бог говорит Петру, не почитай нечистым то, что Бог очистил. Как бы, и вот, есть хамец от, ой, хамец, есть хала от еврейского народа, есть хала от нееврейского сообщества, и те, и другие принимают и шо, и именно этот момент является ключевым в очищении с точки зрения Бога. Не наше реальное состояние, нам всем далеко еще есть куда расти, возрастать, освящаться, и шо, не зря говорит, праведник да творит правду еще, святой да освящается еще. Это динамика, это процесс, это нужно понимать. И также существует динамика в отделении от иудейской среды и от традиционно историческо-христианской антисемитской среды, то есть люди, которые желают действительно знать Бога и пути Божьи, они вникают в Писание, они молятся, как Корнилий, и они удостаиваются встречи с Богом. И это, кстати, очень интересный момент, связанный с таким вопросом, может ли что-либо человек сделать, чтобы родиться свыше. На самом деле, из всего этого мы можем увидеть, что дни Омера, таки да, они наставляют человека на то, чтобы он шел к той цели, которую Бог ему указал, и делал то, что Бог ему указал, чтобы подготовить себя к встрече с Богом. А вступление в союз, это уже инициатива Бога. Но Бог ведет человека по этому пути к встрече, к месту встречи. И это место встречи, это и есть Шоу От, вождение в завет. И Шоу От и говорит Корнилию на вопрос, как это возможно, Никодиму, можно ли во второй раз войти, родиться свыше. ты же учитель Израиля, не знаешь? да. То есть, как бы, тебе тоже, ты должен знать, как это, кто такое рождение свыше. Это очень, ну, интересно, потому что пребывание в рождении свыше должно быть постоянным и ищущим нами. Это в том же, как бы, разговоре, когда два младенца находятся во чреве матери, да, и один другому говорит, подожди секунду, мне что-то страшно, как там будет, мне не хочется, можно ли будет вернуться, если там жизнь, пока оттуда никто еще не возвращался, вот как раз вот этот момент такой, есть ли жизни в этом Божьем присутствии, я знаю, что есть люди, которые, как бы, по-разному к этому относятся, но вот это вот переживание Бога, оно ищется, оно нужно. Когда мы говорили вот с вами об этом, я сразу вспомнил притчу по-русски называется облудном сыне, да, но сыне, который попросил свое, расточительный сын, но мне как бы впечатлила реакция старшего сына, он говорит, тебе не ну как, не тебе ли радоваться, что твой брат был мертв и вернулся, да, и он получил награду какую-то, а ты мне подаешь претензию о том, что я все имею и ничем не обладаю, он говорит, ну не все ли мое было твое, тебе нужно было просто сделать решение и праздновать со своими друзьями, это некая параллель, я не буду утверждать ее как учение, вот, многих верующих христианин обвиняют Израиль в отступничестве от Бога, непринятие изшего личным спасителем, но мы на первом же этапе рождения общины видим, 5000, 3000 пришло к Богу, 5000, они разъехались, церкви существовали, общины существовали, нельзя сказать, что ничего не было. Весь христианский мир существует благодаря тому, что когда-то евреи поверили, приняли и последовали повелению Господу. А потом, что произошло, мы говорим о Константине, тоже сделал некий указ, теперь мы возьмем свое богатство, то, что у нас дал нам Отец, то есть Ишуа как Мессию, какие-то христианские принципы, и отделимся, то есть мы ничего общего с евреями не будем иметь. Евреи, как старший брат, обиделись на все это, тот пошел, расточил, что имел, понимаете, и вот мы говорим о возвращении, проходит полторы тысячи лет забвения, и вот начинается восстановление, принять, прийти в дом Божий, если посмотрите, то протестантское движение начинает свое именно возвращение к источнику, к Израилю, принятие евреев, принятие Божьего постановления относительно Римлянам 8 глава, там Петр, Павел говорит об этом, что не отставил Бог на русском, не оставил, и вот это восстановление идет, теперь мы приходим к тому старшему брату, который обижен на тех мессианских евреев, которые пришли, они же все расточили, голоха, и все, как бы, все это не оставили, что ты их принимаешь, а Бог говорит, послушайте, у вас же было все, чего тебе не возрадоваться, ну, это такое общее такое в моем понимании, но это не как учение, это просто как идея. Я вижу Шавуот еще как, скажем, идея единства в Духе Святом, потому что вот есть очень интересная параллель Шавуоту, которая исторически очень далека от наших времен, это Вавилонская башня. Как бы, я уже как-то говорил в комментарии о том, что, ну, мы, опять же, читаем текст на русском, а на иврите там открываются очень интересные моменты, там, за несколько стихов до истории с Вавилонской башней говорится о том, что уже, собственно, существовали к тому времени отдельные народы, отдельные языки, то есть, разделение на языки, оно произошло еще до того, как произошла история с Вавилонской башней, то есть, были уже народности, у которых, которые говорили на своих наречиях. Значит, в чем интересная идея Вавилонской башни? В том, что у них, несмотря на то, что они говорили на разных языках, у них было некое единство, цели, и у них было взаимопонимание, но цель была не божья, цель была прославить свое имя. То есть, мы видим, скажем так, прообраз гуманизма, идеи гуманизма вот в той Вавилонской башне и в той цели, которую поставило вот то человечество на тот момент времени. И Всевышний сошел для того, чтобы разрушить это взаимопонимание, чтобы фокус на вот этой вот цели самопрославления был разрушен. И люди, они, говоря на разных языках до этого момента, они понимали друг друга, потому что у них было это единство взаимопонимания, единство цели, а в результате это все было разрушено. Значит, в Шавуоте мы видим как бы зеркальное отражение такого же сверхъестественного вмешательства. Мы видим, что Дух Святой сходит, то есть Господь опять сходит на землю для того, чтобы евреев, которые разбросаны по всему лицу земли, говорящие на разных языках, придя на праздник поклонения, опять же, мы видим одно здание, в котором Бог избрал обитать имени Его, значит, разные люди, земля Его, Бог производит некое сверхъестественное чудо в отношении говорения, и люди, которые никогда не знали этих языков, начинают говорить на языках, которых никогда не знали, не изучали, для того, чтобы те люди, которые говорят на других языках, услышали о великих делах Божиих, прославляющих Бога, и пришли в единство понимать, то есть говорящие на разных языках, пришли к единству взаимопонимания, к одной цели, которую Бог имеет для человечества. И пророки называют лучший дом Израиля. То есть уже вся земля становится домом. Да, да, я имею в виду. И интересно, еще хотел момент сказать за закваску, да, очень часто мы эту закваску всегда сравниваем с грехом. Ну, это как бы традиционное понимание. И в данной ситуации действительно, Витя пытался сказать, но я хотя бы свои пять копеек ставлю, что не всегда действительно. И мы знаем в Марка и в Луке в 13 главе есть притча, да, Ешуа, который говорит, говоря о Царстве Небесном, перед этим мы видим о горчичном зерне, то есть о внешнем чем-то, да, что хотя бы малое вырастает, да, и в том числе, чем отличается зерно там от закваски, да, зерно, оно внешне вырастает, и мы видим внешний рост, а закваска то, что работает изнутри, внутренние изменения, но те изменения, которые трансформируют наше, не только тело, как бы, да, мы говорим о Царстве Небесном, и интересный момент, да, другую притчу сказал он им, подобно Царство Небесное закваске, которую взяла женщина и положила в три меры муки, доколе не вскисла, все, здесь он именно сравнивает с Царством Небесным, и мы знаем, насколько закваска подымает тесто, насколько это идет расширение, и те два хлеба заквашенных, которых мы имеем, мы видим на сегодняшний день, даже невзирая на то, что они пошли разными путями, но тем не менее, мы видим, что насколько христианство за это две тысячи лет сделало для действительности, в мире сделало, для популяризации и для знакомства всего мира с писаниями, с Библией, с Ишуа, как Мессией, именно Библия, Танах, Тора, она была распространена через христианство на весь мир, и вот это действительно не рост ли Царства Божьего во всем. Сегодня, если мы спросим какого-то индейца, да, с Амазонки или еще откуда-то в Бразилии, еще где-то, знаете ли вы раби Минахи из, там, Лят? Что он нам скажет? А кто это такой? Но когда вы спросите Иисуса... Павел мне известен. И это благодаря чему? Потому что вот эта закваска, которая была Царство Божье, да, оно распространилось. Вот, говоря, о том, что ты говоришь, Ишу говорит, их будут сопровождать все знамения. То есть, это не будут проявляться просто, а как бы, говорит, это невозможно будет удержать. И закваску невозможно удержать. Если оно заквашено, оно поднимет. У Носова даже есть история такая, там, про кашу. Убегала закваска. Попробовали удержать. Я вижу еще одну, ну, как мне кажется, такую пророческую, историческую перспективу. Вот эта притча шикарная, там говорится о трех мерах муки. Что такое три? Почему не пять? Почему не одна? Почему именно три? Я вижу три в истории. Ну, во-первых, мы знаем, что вот историческое христианство, оно вот классически представлено тремя основными группами. Это православие, протестантизм и католицизм. Значит, это первый вариант. то есть сведение в единое, то есть устранение разногласий и приведение к единому мнению. Уния будет. Не знаю, что будет, будет одно тело. Значит, есть еще другое, три религии единобожия, иудаизм, христианство и ислам. Это более интересная вещь, которая, кстати говоря, в книге Иова тоже так просматривается. Три друга, которые Иову объясняли, кто такой Бог и как он должен поступать. В конечном итоге Бог говорит, они говорили не так верно, как раб мой Иов. То есть он к ним обращается и говорит, вы говорили не так верно, как раб мой Иов. Я вижу Иова, как вот действительно тот остаток, стародающий Иов, тот остаток, который присутствует всегда в истории, начиная от Авраама и заканчивая нашими временами и продолжая до скончания времен, всегда есть некий остаток, который имеет отношение с Богом, который тоже нуждается в какой-то коррекции, через испытания, через страдания, но в конечном итоге удостаивающийся стать тем, который встречается с Иллиуем, имя его переводится он Бог, юноша, который что-то делает вообще несуразное, он обвиняет трех друзей, он обвиняет Иова, передает микрофон Всевышнему, Всевышний говорит с Иовом, а потом Иов приходит и становится, скажем так, ходатаем, священником для этих трех друзей, а если мы посмотрим на то, чему учили эти три друга, это, ну, как бы, я сейчас цитирую Пинха Саполонского, он говорит, каждый из них представляет собой, вот как квинтэссенцию, один это иудаизм, другое это христианство, третий это ислам, то есть три религии единобожия, каждый что-то знает о Боге, каждый как-то учит, но нет той полноты, полнота приходит через верный остаток от Ишуа ко всем троим, и все в конечном итоге становятся одно целое. Ну, смотрите, мы подходим как бы к концу, чтобы можно людям, которые может заинтересованы вот были послушать нас и просмотрели, какой наш подход или что можем сказать о Шаваоте сегодняшнего дня или же Пятидесятница, назовите его Троицей, что нам ожидать в последнее время, чтобы вот что вы видите. Последнее, последнее, потому что для апостолов последнее уже началось тогда. Две тысячи лет назад. Ну, понятно, я просто говорю, в том время, в котором мы живем. Я понимаю, что очень много потрясений любых таких движений, но для меня, например, я вижу, насколько мир погряз в своих грехах, то есть явные грехи, которые стыдно даже будет упомянуть, как Павел говорит, то, что вы делали, стыдно было вообще об этом, но вы изменились, то мир сегодня не меняется. Меняется, но в худшую сторону. В худшую сторону. То есть в худшую сторону. Деградация. И что было по сравнениям сегодня, гордость и так далее. И при этом мы видим некое действие Духа Святого в разных общинах, церквях, деноминациях, даже исторических церков, церковь, или, как бы сказать, на некое сотрудничество, центром которого является Мессия. Ну, это я как вижу, более и более проявляется. Что для вас вот в сегодняшнем время Пятидесятница или Шаваот? Для меня лично это все-таки вот действие Духа Святого в разных деноминациях. Если мы говорили сегодня о том, что протестантизм, он как бы стал определенным начатком в исторической христианской церкви, на данный момент можно с уверенностью сказать, что этот процесс, он касается не только протестантов, это происходит и в православии, и в католицизме, и это очень радует. То есть верующие в Иисуса Христа, в Иисусуа Мессию, обращаясь к Писаниям, они начинают видеть то, что было веками забыто. То есть приходит свет Божьего Слова в церковь и меняется отношение к евреям, меняется отношение к Писанию, меняется отношение к отношению с Богом, меняется отношение к другим верующим, которые не так служат, не так что-то делают. то есть Бог реально приносит свою полноту, приносит свое единство и восстанавливает свои дары. Он начинает более активно проявляться. И тут нужно понимать, вот сегодня затрагивали такой момент, что когда ковчег хотели в Иерусалим привезти, были нарушены определенные моменты в связи с переносом ковчега, как бы и я бы сказал, была нарушена техника безопасности. То есть вопрос не в том, что... Не одели кепочку. Не кепочку. Нужно понимать, что служение Богу, оно должно проходить в чистоте и в соответствии с волей Божьей. Самослужение какое-то, оно не то, что не угодно Богу, это отдельный вопрос, это опасно для жизни. Мы видим историю с Ананией и Сапфирой, проявление действия Духа Святого. Вопрос, хотим ли мы проявление Духа Святого в своих общинах? Если да, то мы должны последовать совету, не совету, а повелению еще. Праведный, твори правду, святой да освящается еще. Пока еще никто не поставил храм Ананией и Сапфире. Ну, может еще и не наступило время. Не тех святых, да? Да, смотрите, для меня лично, вот я вот как бы в Шавот вкладываю, во-первых, то, о чем мы говорим и сопровождали их, да, знамения Сии. То есть, для меня Шавот, он не однодневный и не какая-то конкретная дата. Для меня он действительно сегодня, сейчас, он каждый день, каждую минуту. и вот я лично вижу, что вот это местописание, вторая паралипоменона, пятнадцатая глава, где говорится о царе Асе, который, по сути, то, что происходило в Шавот, и то, что очень сильно пересекается с тем, о чем мы говорим, с тем временем беззакония, хождение каждого по своим путям, это все, знаете, как действительно экклезиаст, да, говорит, что нет ничего нового под солнцем. Все, что было, то и будет, и нет ничего нового. Хочу просто напомнить, да, что действительно там на пророка Азарию, сына Адейдавас, не зашел Дух Божий. Опять мы говорим о Духе Божьем. И вышел он навстречу Асе и сказал ему, «Внимай мне, Аса, и весь Иуда и Бениамин, Господь с вами, когда вы с ним. И если вы будете искать его, вы его найдете. Если же оставите его, он оставит вас». И много было дней у Исраэля без Бога истинного, да, и без Бога, и без священника наставляющего, и без Торы. Но они обратились в нужде своей Господу, Богу Исраэля, и они искали его, и он им открылся. А в те времена не было мира ни входящему, ни выходящему, ибо большие неурядицы были у всех жителей земель. Тут не написано, что где-то у какого-то конкретно, у всех было все плохо. «И бились народ с народом и город с городом, потому что Бог привел их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть вознаграждение за дела ваши». Это то, что говорит пророк, царю. И царь принимает это пророчество, он видит то, что происходит, что происходит, да, «и собрал всего Иуду и Беньямина, живущих с ним, переселенцев от Эфраима, именаша и Шимона, ибо многие перешли к нему от Исраэля, когда увидели, что Господь Бог его с ним, перешли от Исраэля, когда увидели. И они собрались в Иерусалиме в третий месяц. Пятнадцатый год царства Ниасы, и принесли в день тут жертву Господу из добычи, которые привели крупного скота 700 и мелкого скота 700 тысяч и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Исраэля, должен быть умерщлен, будь то малый или большой, мужчина или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицаниями при звуке труп и шафаром, и радовались все иудеи этой клятве, ибо от всего сердца клялись они, и со всем усердием искали его, и он им открылся. И самое интересное, и дал им покой Господь со всех сторон. Итак, Шаваот, это у нас тот покой, который мы можем найти тогда, который мы можем найти, но для некоторых он только снится. И реальность такова, что сегодня это доступ к каждому верующему человеку. Это не доступ для безбожников, это доступ только для тех, кто осознали, что они грешники, приняли жертву Ишуа Мессии как для себя искупительную, и в этот момент они могут просить получить дар Святого Духа для того, чтобы не им как бы использоваться, да, вот, или использовать его, а для того, чтобы послужить другим, благовествовать людям в силе нашего Машеха. Я верю, что это важное понятие для всех, и, друзья, ищите и найдете, стучите и вам отворится, просите у Бога то, что вам не хватает, а особенно исполняться Духом Святым, что является частью служения любой общины, у кого есть псалом, пускай псалмы, у кого есть языки, пускай они говорят, а другие толковывайте, мы верим не только в проявление каких-то дарований, мы верим в присутствие Духа Святого в наших общинах, в наших домах, кто соединяет, что приносит мир, что дает дерзновение благовестовать Евангелие. Поэтому, друзья, спасибо большое, что вы были частью нашей дискуссии, наших разговоров, и надеемся, что это небольшая передача и дискуссия поможет вам дальше двигаться в Боге. Пускай Бог благословит вас, мы вас очень и очень любим. Благословение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok